Израиль прошел по морю Получилось так, что они пришли туда, и это сейчас случилось, они прошли В правильное время, в правильное время пришли Что я думаю? Я думаю, что Эллоим, он пришел туда, он делал ветра Там написано, что они не просто шли, он ветер раздул Возможно, это было хорошо время Эллоим дыхнет за этот поток Поэтому я не думаю, что это доказывает, что нет Бога Наоборот, если как раз они пришли туда, когда есть это явление Вполне согласен с мнением Бена Некоторые вещи есть технуны, планирование Господа Когда какие-то вещи совпадают с тем, что Он планировал Но очень часто вещи не планированные Господь Ешуа идет по воде Или Он говорит, Лазарь, выйди То есть это спланировать невозможно Это воскресение из мертвых Или написано, что когда вышли из Египта То есть разошлось море, это было великое чудо Но если оно разошлось, то почему фараон и все воинство не прошли там, где израильтяне прошли То есть это как бы рутина И Бог просто провел Он делает, он килю Я не отвергаю эти моменты По жизни они случаются Но не об этом Согласен Давайте двинемся дальше Пятое небо Место пребывания ангелов Других ангелов Других ангелов Которые скорбят о своих падших собратьях И Енох призывает В книге Еноха написано Он призывает их оставить скорбь И возобновить свое служение перед Богом Шестое небо Место нахождения ангелов Управляющих различными аспектами миропорядка Там находятся ангелы народов Какие-то особенные херувимы и серафимы Кто знает кого-то из ангелов, которым подчиняется народ Из священных писаний Кто-то помнит ангелов, которым подчиняется народ? Князь Персии Как? Князь Персии То есть какой-то князь Персии Помните? В видении Даниила Еще Михаил Вы помните? В том же откровении Даниила Ему ангел Гаврил говорит Я хотел прийти сразу по молитве Князь Персидский То есть какой-то ангел Воспрепятствовал мне То есть над народом поставленный И князь ваш То есть ангел Архангел Михаэль Его имя переводится Микмоэль Кто как Бог Мы читаем, что это ангел Который является ангелом-покровителем Израильского народа То есть защищает, охраняет Или представляет интересы Израиля Перед Творцом Нам очень сложно судить эти вещи Смотрите Все то, что я сейчас читаю Это есть выражение Неких духовных Вещей Человеческим языком Апостол Павел Когда увидел Третье Небо Сказал очень такую крылатую фразу Кто помнит ее? То, что я видел и слышал там У меня нету слов, говорит В моем лексиконе нету слов Пояснить и описать То, что я увидел Я когда-то приводил уже такой пример Что когда апостол Иоанн Увидел откровение и все это Он все это описал как Ювелирная лавка Помните? Ворота Сапира То есть, ну не мог он больше ничего выразить Чтобы представляла Павел Который был В своего рода интеллигент Гаон, гений То есть он был супер Он говорит Я не нашелся со словами Чтобы что-то описать Поэтому все это Есть некоторые образы И я просто Говорю вам, что Подразумеваю священное писание Но По вот этим вот местам Может быть достаточно много Спора И разномнения Так как вот допустим Бен сказал Кто есть сыны Божьи? Ангелы Или Дети Потомки Сифа Консерваторы сразу часто говорят На этот вопрос Кстати, вернусь Как ангелы могут Спуститься на землю И физически жить С дочерями человеческими Чтобы у них Рождались дети Ведь они Не знаю Где такое говорили Не знаю Медраж говорит очень просто Медраж повторяет Кстати, слова Иешуа В этом моменте Иешуа говорит Помните Его искушают И говорят Помнишь Вот тебе пример У одного человека Была жена И он умер И ее взял Брат И потом еще один брат И еще один И говорит В веки грядущем Чьей женой Она там будет И он сказал Смотрите Вы не понимаете Что когда восходим Туда Не женимся И не И не выходим замуж То есть А пребываем Как ангелы божии И Медраж говорит Парафразой А спускаемся вниз Становимся как люди Женимся И выходим замуж То есть Вполне ангелы Могли жениться По всей видимости То есть Хоть нам Этот момент Достаточно Сложно Пояснять Знаете Сегодня есть Очень много Артефактов И Как-то Сергей Майзлин Нам Показывал Но Люди наверное Были больше заняты едой Чем смотрели на них И Часть артефактов Имеет Очень интересную вещь Строение людей Которых Находят С удлиненными Черепами Совершенно С другими Костями То есть Это не Это не Есть Homo sapiens Как мы И есть Гиганты И по всей видимости Это вот как раз Производные Вот этих вот Браков От 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 ангелов И Именно Есть одна версия Которая Говорит И это тоже Подтверждается Писанием Хоть мы должны быть Аккуратны К таким цитатам Если мы читаем Про Ноаха Про Ноя Одна цитата Говорит Ной Обрел Благодать Перед Господом Ибо он Был единственный Праведник Со своей семьей Вроде Своем То есть В его Роде Они сохранили Чистый Генофонд Некоторые Я считаю А все остальные Настолько Смешались Со всякими Этими Гибридами Что потоп Просто пришел Чтобы уничтожить Все ли смешались Вопрос Проблематичный Наверное Нет И было Наверное Много людей Которые Просто грешили И Бог Судил Этим Судом Но То что Что-то Было Без Сомнения Сегодня Есть Очень много Раскопов И вот Как брат Говорит Находят Людей Шесть Метров Семь Метров С инструментами Производными Рядом С них Молоток Так Килограмм Тридцать Можете Представить Вот такие вот Черепа Огромные Кости Это все Сейчас Достаточно Открыто И Интернет Показывает Все эти вещи Как бы Вообще Не проблема Смотреть Но Исследуйте Но не Погружайтесь В эти вещи Как бы Со страхами Как иногда В интернете Вещи эти Описаны Седьмое небо Место Престола Бога Окруженного Воинством Серафимов Херувимов И Серафимов И Там Воседает Творец И Иезекииль Видел Нечто Подобное Написано Я видел Господа И Я видел Образ Похожий На человека Иезекииль Пишет И Ризы Развивались То есть Какая-то Апокалиптическая Невероятная Картина Но То что я вам Сейчас прочитал И рассказал Говорит Он Небесах В Возможно Одной Структуре То есть Вот мы Здесь Где-то Находимся Земля А есть Уровни Которые Каждый Шире Другого Не так Как Пирамида Строится Таким Образом И вот Наверху Кто-то Один Еле-еле Сидит Только чтобы Не свалиться Возможно Все вот так Стоит И эти Вот миры Которые Над нами Или точнее Уровни Небес Они настолько Непознаваемы И Там Сокрыто Много Разных Сил Но У человека В отношении Ко всему Этому Есть одна Поразительная Роль Про нее Чуть-чуть позднее Еще одну мысль Хочу Внести Может быть Кому-то Это даже Немножко Конфьюзит Будет Сбивать Но я просто Хочу показать Что мир Который сотворил Господь Познаваем Очень слабо Океан В котором Рыбы плавают Позван На 3-5 Процентов А Вот эти Духовные Миры Которые Распространены Но Писание Говорит Ищите Найдете Ищите Ищите Найдете Я хочу Сделать маленький Такой укор Очень много Верующих К сожалению Слишком сильно Погружено В материальную Рутину И очень Редко Смотрят Внутрь И вверх А Писание Говорят нам Очень четко О горнем Помышляйте А не о земном То есть О земном нам надо Чтобы жить Чтобы свои дела Какие-то улаживать Чтобы Не Не падать Не рассыпаться Есть Определенная Доза Норма Которую мы Да должны Делать Но Очень важно Понять Что Мир Над нами Невероятно Высок И Мы можем Туда Подниматься Если мы Обращаем свое Сердце Туда Вверх Одна из целей Почему Я хотел И говорю На эту тему Чтобы возможно Некоторых из вас Спровоцировать На изучение Священных Писаний Но Правильно В это влазить? Да Уверен Уверен И следуйте Написано Писание Ибо через них Имеете иметь Жизнь вечную Познавайте Написано Павел молится Молитва Есть одна молитва В послании Ефесянах Написано Дабы вы постигли Со всеми святыми Что есть Глубина И широта И высота И так далее И разуметь Превосходящее Разумение Любовь Господа То есть Почувствовать И любовь Господа И уразуметь Высоту Широту Это немножко Я могу сказать Попахивает Мистикой Да Пусть оно и попахивает Все вера Это мистика Но Если мы ходим В выхолощенной Религии То это Становится просто Слабым Обрядом Который На каком-то этапе Просто перестанет Касаться наших сердец И что это Так правильно Так неправильно И на этом все Важно Поступать Как правильно И как неправильно И как неправильно Не поступать Но важно Помышлять о горнем И нырять Немножко глубже Но Я хочу вам сказать Еще одну Мысль И пусть она Не покажется Крамольной Ее Мне подсказывает Послание Ефесянам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому